Неподдельные эмоции малышей, улыбающиеся лица подростков, дети всех рас и национальностей, зафиксированные в разные моменты жизни. Вот цель авторов. Удивительна коллекция тем, что гости оценивают фотографии детей, сделанные чилийцами в Азербайджане, к примеру, или жизнь юных индийцев, которых снимали фотолюбители из Германии. Мы едины, независимо от разных гражданств, от разных религий, от разных уровней образования, возраста и так далее. И конкурс обращен к будущему планеты Земля, подчеркиваю, планеты, не какой-то отдельной страны даже. Потому что те, кто изображен на этих снимках, это, в общем, те, кому сегодня 3, 5, 10, 15 лет. Это люди, которым мы передаем эстафету человечеству всего. Конкурс «Дети мира» – масштабное творческое мероприятие. На адрес организаторов пришло более тысячи фотографий, из которых отобрали 400 лучших. Часть из них, а именно 40, представили жителям и гостям Владивостока. Идея понятна. Дети способны примирить страны, континенты и нивелировать агрессию у любого человека. Эти фотографии увидят в разных точках мира – жители Австралии, Америки и других континентов. У меня эти фотографии вызывают чувство постараться защитить детей от чего-либо. От голода, от холода, от каких-то там локальных конфликтов. Дети – это те люди, которые должны быть счастливы всегда. Политик, пропагандист выставки Андрей Климов сообщил, что в дальнейшем будут осуществляться и другие фотопроекты. Ведь посредством фотографии можно расширить народную дипломатию для укрепления мира, уважения и взаимопонимания между многонациональным российским населением и жителями других стран на всех континентах. Мы будем, конечно, менять каждый год тематические планы. Допустим, если этот год в рамках десятилетия детства идет под девизом «Дети мира», то следующий, который начнется как раз с октября после нашего отчета в ЮНЕСКО, он будет посвящен историко-культурному наследию человечества. Во Владивостоке выставка «Дети мира» пробыла три дня. Далее она отправилась в Европу. Сначала в Чехию, в Прагу, всего же посетит 30 городов. А главные события в рамках фотодипломаси 2018 будут проведены в Москве и Санкт-Петербурге. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.